Дарк Соул Стрит Подкорной серии и разберемся, действительно ли это стоит того, чтобы в очередной раз ехать за новым геймпадом. С вами игровой портал vidgetimes.ru, текст читает Роман Поликарпов, а теперь в путь! Третья часть, уже ставшей культовой серией от японских разработчиков From Software, наконец-то попала в руки геймеров, открывая им дорогу в королевство Лотрик, которая вполне ожидаемо похожа как на Ладран из оригинальной игры, так и на Ярнам из консольного эксклюзива Bloodborne. Похож, это еще мягко сказано, ведь третья игра серии практически во всем подражает своим предшественницам, что является самым главным фактором, от которого зависит то, понравится ли вам Dark Souls 3 или нет. Ведь по сути, японский гений Миядзаки, который изобрел собственный жанр соусоподобных игр, даже не собирался менять основную концепцию, продолжая ее медленное поступательное развитие. История, ну или как минимум ее завязка, во многом повторяет прошлые игры. Главный герой, избранный мертвец, поднимается из своего уютного гроба, чтобы отправиться в долгое и опасное путешествие с целью предотвратить наступление конца очередного цикла Эры Огня. Для тех, кто не в курсе, поясним, что все три части серии происходят в одной вселенной, в которой вся жизнь возникает из особого первородного огня. В начале каждого временного цикла огонь, равно как и свет на небе, сверкает ярко, давая людям возможность создать государство. Однако позже огонь угасает, и тогда люди становятся проклятой нежитью, медленно превращаясь в безумных, опустошенных существ, которые обречены вечно умирать до тех пор, пока не начнется следующий цикл мироздания. Так вот, в Dark Souls 3 мы видим близкий конец одного из таких циклов, когда мир находится в шаге от конца. И, как всегда, приходит герой, избранный мертвец, чтобы собрать самые сильные души и возжечь пламя вновь. Впрочем, данная идея лишь бессменный скелет общей сюжетной композиции, которая призвана объяснить игроку, зачем, собственно, он слоняется по всяким злачным местам и постоянно дохнет почем зря. На самом деле история куда глубже, но открывается она только самым внимательным и усердным игрокам, которые читают описание каждого предмета в игре, а также пытаются понять пространные монологи местных NPC, коих традиционно немного. Говорить о сюжете Dark Souls 3 можно очень долго, чтобы не испортить вам удовольствие открыть его самостоятельно. Скажем лишь, что он сделан не хуже, чем раньше, и, несмотря на некоторую типичность для серии, всё-таки представляет интерес, так как в нём нет опостолевших эльфов, орков и прочих троллей. А вот на игровой механике стоит остановиться, чтобы основательно разобраться в том, что нового нам приготовили разработчики. Изменений крупных немного. Во-первых, оружие, щиты и многие другие предметы, которые ваш персонаж может взять в руки, получили новую механику навыков. Так называемые Martial Arts — это особые действия, которые позволяют проводить мощнейшие комбинации ударов. Например, стартовый меч рыцаря имеют особую стойку, позволяющую разносить врагов в пух и прах. А вооружившись дубинкой, игрок может издать воинственный рык, после чего провести серию мощных ударов. Однако применять их бездумно слишком опасно. На исполнение данных мегаприёмов уходит приличное количество времени и выносливости. Особенно интересно, эти новые боевые возможности повлияют на кооператив и PvP в игре, которые выполнены всё в той же манере. Вступив в один из нескольких кланов ковенантов, можно вторгаться в миры других игроков, чтобы охотиться за ними и их душами. Однако другие игроки, присоединившись к противоположному ковенанту, смогут прийти к несчастному на помощь. Это только один пример того, как здорово устроена сетевая игра в играх серии Souls. И в третьей части она работает всё так же здорово. Ещё одно важное — нововведение. Полноценная шкала магической силы. Раньше заклинания в игре применялись без неё. Просто количество применений у каждого спелла было ограничено в зависимости от навыка учёности персонажа. Таким образом, игра за мага стала немного сложнее, ведь теперь на все заклинания только одна синяя полоска, которая без вложения в неё большего количества душ иссякает очень быстро. Впрочем, восполнять её теперь можно не только с помощью специальных трав и корешков, но также с помощью так называемой угольной фляги, которая в Dark Souls 3 составит компанию, уже знакомой игрокам фляги, с целительным эстусом. Что особенно интересно, обе эти ёмкости действуют по принципу сообщающихся сосудов. То есть игрок сам может выбрать, как разделить количество применений между двумя зельями. Хотите играть воином? Без проблем, перекидываем всё в эстус и забываем о мане. Играйте за мага, тогда придётся выбирать, много маны или возможность чаще лечиться. Особенно интересно балансировать между двумя флягами, играя за какой-нибудь гибридный класс. Есть и другие новые фишки, которые связаны с новыми предметами и другими мелкими изменениями, которые перечислить не получится при всей возможности. Их слишком уж много. Новые предметы это здорово, но несмотря на всё вышеперечисленное, основной претензией к Dark Souls 3 является её вторичность. Это связано с двумя аспектами. Во-первых, графически игра выполнена практически идентично прошлогодней Bloodborne, работая на абсолютно том же движке. При этом разработчики не только сохранили основную цветовую гамму своего прошлого проекта, но даже использовали огромное количество элементов из него, включая текстуры и многие элементы декораций. Доходит до смешного, многие локации подчистую собраны из кусочков старых, а анимации некоторых противников так и вовсе скопированы без всяких изменений. Человек незнакомой серии запросто спутает эти две игры. Продолжая тему технической реализации, нельзя не упомянуть очень посредственную оптимизацию под видеокарты зелёного лагеря. Если у вас в системном блоке стоит карточка от NVIDIA, то игра будет выдавать подозрительно низкое количество кадров в секунду при приятной, но далеко не снэкшибательной картинке. Ждём новых драйверов, а ещё ждём патчи, ведь игра порой ведёт себя очень странно на некоторых компьютерах даже при их полном совпадении с системными требованиями. Многие пользователи жалуются на постоянные вылеты, и это тоже несколько омрачает релиз такой знаковой и ожидаемой игры. Во-вторых, это куда более важно, чем повторно использованные текстуры. Dark Souls 3 не ощущается как отдельное приключение, каким был оригинал в своё время. По сравнению с гениальным, неподражаемым Bloodborne, третья часть основной серии From Software выглядит простовато, если не сказать примитивно. Примерно то же самое, игроки говорили о Dark Souls 2, но та игра разрабатывалась другим составом разработчиков. Вот только триквел делал Миядзаки собственной персоной. Что же пошло не так? Вероятное дело в том, что первая часть была рывком вперёд, в то время как Dark Souls 3 сделана очень качественно, но всё же продолжает общую линию, не предлагая никаких принципиальных изменений. Вообще есть мнение, что Миядзаки тут ни при чём, а оригинальная игра получилась такой удачной благодаря банальной случайности, как часто бывает с многими шедевральными произведениями человеческой мысли. Ведь известный японский геймдизайнер, похоже, и сам не знает, как повторить и развить прошлый успех. И это наглядно подтверждает Dark Souls 3. Да и к тому же, сам жанр соусоподобных игр уже успел выйти за рамки творчества одной студии. В качестве примера можно привести сделанную на коленке всего двумя людьми Salt and Sanctuary, которая, судя по популярности, вполне неплохо копирует и переосмысливает основные идеи первоисточника. Что ещё раз подтверждает, что ни одним Миядзаки единым полнится игровая индустрия. Ну всё, хватит нудеть, ведь на самом деле игра вышла отменная. Она, безусловно, не инновационная, но при этом ещё держит планку качества, которая практически недостижима для конкурентов. Так что остаётся только пожелать вам удачного пути в жестокое, но безграничное, интересное для изучения Королевство Лотрик. Увидимся в следующей эре огня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok